Крещение Господне считается окончанием периода святок. В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан. Но одесситам повезло вдвойне. Искупаться можно будет на трех пляжах и даже ночью. Для безопасного омовения развернут палатки обогрева. В 12 часов, как обычно, начинается служба. И после службы все желающие. Это примерно с 12 до 2. Это в ночное время. Все остальное время уже дневное. У нас будут мобильные группы спасателей. На 16 остаются палатки. Ну, как и везде. Они уже до вечера 19 числа. Будет освящение полностью. Это и МЧС, которые поставят палаточки и привезут полевую кухню. То есть будет чай. Чай горячий, кофе, кто-то что хочет. Будет скорая помощь обязательно. Чтобы крещенские купания прошли максимально безопасно для одесситов, водолазы уже несколько раз осматривают дно на наличие колючи режущих предметов. Главные локации – пляж Лонжерон, Лузановка и Золотой берег на 16-й станции Большого фонтана. Водолазы показали, что удалось поднять со дна Черного моря. Сегодня при обследовании пляжа Лонжерон мы обнаружили следующие нужные вещи, которые находились под водой. Это у нас остатки кровати. Баночки из-под разных энергетических напитков, которые, я так понимаю, наша молодежь топит в воде. Это, наверное, люди уже пьют более постарше, покрепче. Но вот это, знаете, называется еще свинство, когда еще берут бутылки, разбивают, кидают в воду. Вы понимаете, если вот на такую вещь, к примеру, она будет находиться в воде, и вы встанете сюда, очень будет неприятное ранение. Если человек, не дай бог, напорится либо рукой, либо ногой, получает колото-резанную рану, и плюс еще заражение крови с последующим, там, я не знаю, что может быть, ампутация, там, и вход для летального исхода, если вовремя не обратиться в баню. Какое-то колесико непонятно, откуда оно тут произошло. Замочки, которые влюбленные любят кидать в воду. Помимо традиционных пляжных локаций, в области подготовят 45 специально оборудованных мест на водоемах, где также будут дежурить спасатели. Медики рекомендуют тепло одеваться, брать с собой не скользкую обувь, не мочить голову, согреваться не алкоголем, а теплым чаем и не находиться в воде больше минуты. Будут черговать 137 рятувальника и 26 одиниц пожежно-рятувальной техники. Будут черговать квалификованные водолазы-рятувальники, которые профессионально и быстро смогут дать необходимую помощь. Также будут расположены наметы ДСНС для переодягания человеков и женок окрема. Рятувальники на этих местах будут иметь все необходимое рятувальное обладнание. Поэтому отзывание таких мест я запорудую вашей безопасности. В ночь на крещение будет работать и городское транспортное управление Одесских пляжей. Это трамвай номер 1, 6, 18 и 28. Первый трамвайный маршрут будет ехать от Лузановки до улицы Поустовского. Из троллейбусов будут работать маршруты номер 2 и 3, а также 242 и 215 маршрутки. Курсировать городской транспорт будет до часу ночи.